Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сейчас будет супер короткий экстренный апдейт по ситуации на криптовалютном рынке. Смотрите, ну что можно сказать, Dash полетел. Всех поздравляю, Dash полетел, уже 145. Все, кто меня смотрит, знают, что я топил за Dash и продолжаю топить за Dash. Вот мы тут рисовали с вами линию, не помню в какой-то из последних разов, что это линия поддержки. И вот она удержалась, можем ее в принципе удалять. И хочу вам сказать, что не торопитесь продавать, потому что это только начало, это явно. Вот, по Dash сейчас готовлю еще один большой материал, по эфир классику готовлю отдельное видео, как просили. Думаю, что на выходных оно выйдет, так что держите ушки на макушке и нос по ветру. Вот, это все только начало, еще раз вам говорю, отдалитесь на недельный таймфрейм и вам станет все понятно. Потому что в моменте, да, конечно, кажется, что он хорошо помпанул. Вот я на Binance тоже тут приторговываю, чуть-чуть на фьюче. Ну, на фьюче я именно торгую, то есть он отрастает, я часть скидываю позиции, вот как здесь разгрузился. Потом падает, часть ведрами опять догружаюсь, то есть небольшим объемом, комфортно мне торгую. И все, что на торговую, скидываю потом в спот и покупаю там реальные уже физические Dash. Ну, не только Dash, покупаю ETC, BitCash. Кто просил, какие монеты сейчас держу, вот могу вам показать в процентном соотношении. Вот они идут по мере убывания, те, что сейчас, собственно, набираю, аккумулирую. Это, конечно, не все монеты, есть еще на других аккаунтах, на других биржах, DeFi-ные монеты также есть. Но, тем не менее, вот, верю больше всего сейчас вот в эти альты. И следующий выпуск будет по поводу хардфорков, как раз по поводу ETC и BitCash. Там я расскажу все, что о них думаю. Я вижу тоже большой перспективняк сейчас в них в плане цены. Вот, также Basic Attention, Stellar, Raven. Ну, все, как и говорил, вы, наверное, знаете. Наконец-то все развернулось и полетело куда нам надо. Новости бычьи, профиты хорошие, риски невысокие. Так что, ребята, всех поздравляю еще раз, кто дождался, дотерпел, просидел просадки, не дергался. Терпение и труд, все перетрут. Подал побеждает. Вот. Поэтому, да, я еще раз говорю, если вы отдалитесь по Dash на недельки, то вы увидите, что это только начало, посмотрите. Ну, куда сейчас продавать? Сейчас только идиоты продают, кто вот здесь купил, потому что мы все еще на дне. Вы же сами все видите, ребят, я уже сколько раз можно вам вот эти стрелки рисовать. Мы летим куда-то туда, поэтому нихрена не продаем. Сидим в ракете и не дергаемся. Не надо выпрыгивать из ракеты. По битку и по эфиру немножечко другая ситуация. Эфир с битком уже хорошо набрали, поэтому я лично сейчас их не торгую. Я просто ходлю эфир и биток, причем часть эфира и битка я уже перевел в Dash, потому что, сами понимаете, Dash сейчас вот здесь, грубо говоря, а биток уже вот здесь. Ну, тут не надо быть гением или каким-то гуру технического анализа, чтобы это видеть. И эфир тоже, посмотрите, эфир, конечно, не так высоко еще, как биток, но уже тоже переписывает хаи. Эфир, похоже, что сейчас повторит за битком, соответственно, мы увидим эфир буквально на днях уже выше 2000, может быть, даже и по 3. Так что будьте к этому готовы, но впрыгивать в маржинальные лонги я сейчас никому не советую. А вот биткэш, о котором мы поговорим фундаментально в следующем выпуске, он как раз более недооценен, потому что он всегда статистически стоил дороже эфира и стоил по несколько тысяч долларов. Вот у него были цены, 2-3 тысячи долларов, а сейчас он стоит всего 500. И эфир классик тоже, я думаю, что эфир классик на самом деле полетит куда-то вообще на 100 долларов плюс-минус, потому что это подлинник эфира, это тру цепь. Об этом опять же мы поговорим в следующем видео, сейчас просто быстро бегло. Пробегаемся по всей этой теме. Вот, так что да, эфир классик, я думаю, что даже перепишет свой предыдущий хай, потому что у него предыдущий хай к доллару был всего 40 с чем-то баксов. Но если посмотреть к битку и к эфиру, там совсем другие расклады, и биток и эфир тогда стоили там гораздо меньше, поэтому эфир классик очень опобычно настроен, недаром его Grayscale скупают. Смотрите, из тех, что я говорил, Рэйвен уже попер, Рэйвен уже дал 3 икса. При этом забавная вещь, что на недельном графике Рэйвен к биткоину мы этого даже не видим. Посмотрите, он все еще под дном валяется, поэтому тут потенциал хода 10-15 иксов, так что держите и не парьтесь. И очень важное, ребята, хочу сделать предостережение для самых доверчивых товарищей. Смотрите, от моего имени орудует скамер, вот он пишется точно так же, как я в Телеграме. Greeny Joe, я сделал пост уже в Телеге, это не я. Обязательно проверяйте юзернейм. Ну, во-первых, я никогда не буду просить у вас про инвестирование, никакие деньги, никакие прибыли вам предлагать. Это все мошенники. Проверяйте обязательно имя. Мое имя пишется вот так вот, с двумя буквами И или Е, как вам удобней. А этот скамер пишется с одной буквы Е. Короче, это все мошенники. Ни в коем случае никому не отправляйте свои деньги и будьте бдительны. Вот. И также хочу вам сразу сказать, что всякие сигналы, вот мне сейчас много пишут в личку, там какие-нибудь есть сигналы, особенно платные сигналы. Сигналы – это все туфта на самом деле, ребята. Ну, может, у кого-то и получается что-то на них зарабатывать, но на самом деле я не торгую ни по каким сигналам. Я торгую только сам по своей чуйке, по своему анализу. И вам того же советую, потому что никто вам точно наверняка не скажет, куда пойдет рынок и докуда. И даже если и скажет, то у всех разные объемы, разный объем входа на сделку, разные стоп-лоссы и так далее. Поэтому не ведитесь на эту херню, торгуйте сами. Вот. Что по новостям? Мастеркард пообещала внедрить прямую поддержку криптовалют. Это очень хорошие новости. Ну и, как вы знаете, Тесла уже зашла. И многие компании сейчас Амазон рассматривает, там и Google, и Apple подтянутся. Так что, ну, JP Morgan говорит, конечно, что корпорации не купят биткоин, но это все понятно, тоже вбросы. В общем, Илон Маск выступил против кастодиальных кошельков для криптовалют. Это хорошая новость, потому что, помните, не ваши приватные ключи, не ваши биткоины. То есть, если вы хотите безопасно хранить биткоины, храните их сами на своих кошельках, а не даже на биржах или у каких-то там поставщиков. Ну и, в общем, смотрите, сегодня просто быстрый обзор, поэтому не будем на этом всем заострять внимание. Ну и не забывайте, что мы с вами находимся в логарифмическом канале, вот, о котором мы говорили с вами на стриме, и движемся по нему вверх. И, конечно же, могут быть резкие неприятные коррекции, но в целом нам еще идти и идти к нашей следующей цели, куда-то выше сотни или даже двух сотен тысяч долларов. Поэтому не торопитесь это дело шортить, торгуйте аккуратно с риск-менеджментом. И хочу вам напомнить, что в описании этого видео и в закрепленном комментарии сейчас действуют очень большие, огромные бонусы на бирже Femex, на нашей любимой бирже. Ссылка на биржу вот в описании. И здесь все подробности. Требования к депозиту, чтобы получить эти бонусы. Три важных дисклеймера, что нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться» на странице бонусов. И нельзя будет выводить свои депозиты в период проведения акции. Так что ознакомьтесь со всей этой темой. А биржа очень замечательная, тем более здесь можно не только криптовалютой торговать, но также и золотом. Допустим, если вы не знаете, куда сейчас в краткосроке пойдет крипта, то можете открыть здесь спокойно лонг по золоту, потому что золото-то понятно, что в целом пойдет наверх, с учетом того, как много долларов сейчас напечатали. Так что можно хеджироваться, вот можно параллельно с криптой, например, держать лонг по золоту, как вариант. Ну и также можно торговать здесь на споте с нулевыми комиссиями всеми вот этими монетами. И на фьючерсах с плечом можно торговать всеми вот этими монетами, так же как и золотыми контрактами. Что делает биржа уникальной. Так что ознакомьтесь, все ссылки в описании, депозитные бонусы и все остальное. Ну а мы с вами еще раз напоминаю, находимся в логарифмическом канале, так что шортить это хозяйство пока еще рано. Как бы в краткосроке может все, конечно, упасть, но пока таких сигналов нет. Так что продолжаем держать наши лонги, соблюдать риск менеджмент и будет вам профит. Всех еще раз поздравляю с Тузимоном. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Флала Грани Джо. Не ведитесь на скамеров, добавляйтесь в телегу. И все будет хорошо. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok